Спикер МВД Ирина Волк рассказывает, что полицейские спасли котенка. Ну, как бы, может быть, у каких-то там зоозащитников это разово вызовет какое-то умиление, да? Но это не основная задача полиции. То есть на эти же деньги выделяются, да? И в конце года, ой, а у нас экономия. И они начинают, вот он посидит, это деньги налогоплательщиков. Он сидит, начальник, генерал, и он искренне верит, что вот он распорядитель этих денег, что они его. Вот, он им объявляет взыскание, им это не нравится, потому что они считают это незаслуженным. Из этих оставшихся пяти еще увольняется двое, их остается три, а заявление, как было, десять так и осталось. И в итоге... Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Левый фронт. Сегодня у нас в гостях необычный гость, амбудсмен полиции, профсоюзный деятель правоохранительных органов Владимир Воронцов. Владимир, вы сейчас находитесь в самой, что ни на есть оппозиционной среде, потому что Левый фронт известная организация, прежде всего из-за того, что мы проводим акции протеста. Ну, конечно, не только их, но еще и круглые столы и так далее. И вы для нас гость особенный в том плане, что часто на митингах мы кричим такие лозунги – полиция с народом, Росгвардия с народом. Иными словами, для нас крайне важно и интересно знать, что происходит там в голове у рядового полицейского под шлемом. Сейчас, конечно, за то, чтобы попытаться приоткрыть шлем, людей сажают, но мы сегодня попробуем это сделать хотя бы в таком информационном поле. И в связи с этим главный вопрос. Полицейские, которые приходят на службу, рядовые, с какими основными проблемами они сталкиваются, что вам пришлось создавать профсоюзную организацию, чтобы защищать их права? Ну, сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что сколько людей, столько и мнений. У одного в голове одно, у другого – другое. Что касается каких-то их внутренних проблем, даже не знаю, с чего начать. В самых основных, то есть больше чего их беспокоит. Ну, не просто их беспокоит, да, там какие-то у них душевные, у них терзания, а вот именно то, что потом доводят до суда, приходится с работодателем. Ты знаешь, вот когда читаешь какие-то оппозиционные ресурсы, и где озвучиваются там либо моя какая-то деятельность, либо какие-то проблемы из внутренней кухни, там МВД или Росгвардии, огромное количество каких-то злорадствующих комментариев, что так им и надо, собаки, псы-режимы и все такое прочее. Ну, просто вот эти люди, которые из числа, так скажем так, гражданского населения, они просто не понимают, что как бы по большому счету вот этой государственной машине ей без разницы кого мочить. Вот этих людей гражданских или как-то там обделенных или обездоленных сотрудников правоохранительных органов, ущемленных в чем-то, в каких-то правах или там социальных гарантиях. И как бы вот эти вот все злорадства со стороны гражданских, они, как бы это более корректно выразиться, ну, это как минимум недальновидно. То есть они просто радуются, типа из серии там «Враг моего врага мой друг», да, вот раз у него какие-то проблемы есть, значит вот все хорошо. Но ситуация-то в целом ухудшается в стране, и по мнению там, ну, разных политических деятелей, с которыми я общаюсь, то есть они прямо в открытую говорят, государство разваливается. И полиция как часть государства, она тоже разваливается. Это на самом деле очень страшно. То, что происходит там, если говорить за Москву, то некомплект сейчас вообще 40%. Полицейских это практически половина. У нас есть опорные пункты, вот даже если просто абстрагироваться вообще, это политическая составляющая, говорить вот только о правоохранительной деятельности. Есть опорные пункты, где должны сеть участковые, и некоторые из них просто закрыты. Вот можно такую применять метафору, что там заколочены досками, но просто некому работать, потому что все полицейские уволились. Почему они увольняются? Я все-таки считаю, переломный момент был 2011 года, когда перешли мы из милиции в полицию. И вот в те годы до перехода было как-то вот прям сложно представить, что какой-то милиционер пойдет и будет за какие-то там свои трудовые права тележить. В понимании простого населения милиционеры все были взяточниками, и среди вот именно милицейской среды это как-то было даже зазорно, идти что-то там требовать, с кем-то ругаться. То есть был такой стереотип мышления, что волка кормит ноги, что почему тебе должен там какой-то тыловик выдавать принтер, бумагу и картриджи с краской. Волка кормит ноги, иди сам и зарабатывай. Вот этот старый дурацкий анекдот, абсолютно дурацкий. Да, да, дали пистолеты, ну там немножко, не знаю, крутись как хочешь, крутись как хочешь. Вот это было прям нормой жизни. Считалось правилом хорошего тона, если милиционер, особенно если это какой-то руководитель, ну как бы условно говоря, милиция, даже вот закон о милиции в той редакции, которая действовала до 2011 года, он разделял милицию на две части. Милиция общественной безопасности и криминальная милиция. Милиция общественной безопасности это вот участковая, патрульно-постовая служба, ну как бы что-то такое полуармейское, там где равняется мирно-вольно, вот там хождение в форме и все такое прочее. Криминальная милиция это вот у БОП до 2008 года, пока его президент Медведев не похоронил, создав на его базе ЦПЭ. Это уголовный розыск, УБЭП, старое его название, сейчас оно немножко отличается, УНП, Управление по налоговым преступлениям, ну и УСБ, естественно. И вот именно выходцы из криминального блока, из блока криминальной милиции, ну это вот такой был образ, что если у тебя там дорогой пиджак, ты пользуешься хорошим парфюмом, ездишь там на крутой иномарке, какая-нибудь Бэха или Мерседес, ты такой там какой-то спортивный. С синими номерами? Нет, ну мы говорим про личные машины, причем ли синие номера. Синие номера это служебные? Служебные? Нет, нет, просто своя личная машина, служебные никто вообще не выдавал. И даже при собеседованиях, при переходе в уголовный розыск, я переходил из ППС в уголовный розыск, первый вопрос, который был задан, у тебя есть машина личная? То есть ты вкладывал в эту работу свои деньги. Любой нормальный человек спросит, зачем? И в те годы, я говорю, считалось нормально как-то восполнять баланс немножко по-иному. И вот этот образ вот этого решальщика, когда ты ведешь дела, там даже были такие выражения из такого внутреннего сленга, это была палка, это срубить палку, значит сработать на результат. И были темы, тема это значит заработать деньги. Палки, темы, это было вот прям обиходом милиции тех времен. Какие основные темы были? Ну, как бы здесь сложно как-то так ответить, что основные для этого должна быть какая-то статистика, вот пускай УСБ ее представит. Ну, они как бы, грубо говоря, делились на две части. Первая часть это было торговать сейфом, это когда ты прям откровенно отпускаешь преступника за деньги. И второе, ну, это кому-то там как-то помочь, как бы с формальной точки зрения, это криминал, конечно, но, скажем так, то есть не такой какой-то вызывающий прям отропь или какие-то там прям возмущения в обществе. Ну, например, какой-то там спор по разделу имущества или там по жилищным темам, где право первой покупки принадлежит тому, кто в этой квартире там тоже какую-то долю имеет, его не могут найти. То есть вот розыск таких людей, которые как бы никто его там никуда в лес увозить не будет, ну, как бы вот типа там это считалось нормально. Вот надо понимать, что вот опера тех времен, это вот прям, ну, такие вот, даже я не знаю, что-то вот смесь образа там из бумера, из бригады только в погонах. То есть вот это вот прям, ну, что там, ну, людям помочь, там вот это вот все. Таких сейчас в сериалах показывают? Ну, нет, ну, как бы, не знаю, в сериалах там больше как-то... Постановка. Ну, да, как-то это все выглядит наигранно, а тут прям вот эта вот там дорогая машина у тебя там в развалочку походка. В общем, после реформы что-то изменилось. Вот, да, увлеклись мы с этим образом российского милиционера, который отличается от советского. Причина реформа. Более того, то есть к ней, к этой реформе еще и началось прям такое, ну, жесткое принимало за взятки, да, то есть если, например, там в те старые года реально УСБ, ну, крайне редко показывало свою роль, и сотрудники, которые общались там в районах, они прям, ну, открытым текстом говорили, да кому мы нужны, да, если это никому не интересно. И от этого вот было в какой-то мере спокойствие, в какой-то мере безнаказанность. И вот эти вот сопутствующие явления этой реформы, этой реформе, это неизбежные посадки, это государственно-правовое информирование по понедельникам, да, хотя у нас в Конституции написано, что государственная идеология, пропаганда запрещены, но вот у нас государственно-правовое информирование, где зачитывались по понедельникам сводки о том, кого и где, когда задержали и за что. И когда вот ты, ну, слушаешь, да, там кого-то задержали, здесь кого-то задержали, как-то все это происходит безучастно, это где-то там, далеко, и когда уже задерживают в твоем отделе, в соседнем кабинете, ты уже понимаешь, что вот оно уже прям на пороге стучится, и, естественно, люди, которые более-менее какой-то адекватностью обладают, они для себя делают выводы, что, ну, как бы, задумайся, да, о своем поведении, потому что, ну, по формату, как в Грузии, вряд ли это вообще возможно в России, потому что Россия огромнейшая страна, и произвести такое невозможно, взять всех, уволить и тут же набрать новых, это просто нереально. И где-то там наверху они понимают, что, ну, если не каждый, да, этим промышлял там в те года, да, ну, как бы, реально большая часть это делали, и они вот этими точечными посадками доводили эту информацию до других, и как бы, типа, всем остальным там, ай-яй-яй, когда-нибудь теперь идем за вами. Вот, и настал 2011 год, все, задекларировали полицию, и прям, ну, навязали вот прям стереотип мышления, что, ну, брать взятки плохо. Я здесь люблю применять такую аналогию с, может быть, это странным покажется, с ванильными инстаграм-телочками. Они очень любят повторять такую фразу. Претендуешь? Соответствуй. И вот если МВД претендует на то, чтобы сотрудники полиции были честные, неподкупные, чтобы они были профессионалами своего дела, ну, так соответствуй этому, да, создай необходимые условия. Что это является? Для сотрудников. Да, конечно. Потому что, ну, хейтеры сотрудников, да, которые радуются их проблемам, они не понимают главного, они не могут мыслить, как бы, ну, за рамками своего носа, они не могут смотреть дальше, к чему все это приведет. Если отбросить, опять же, всю политическую составляющую, просто вот сосредоточиться на борьбе с преступностью, ну, полиция, она должна быть сильной, и туда должны приходить профессионалы. Если не повышать им зарплату, ну, не будет желания, и стремление очереди за забором, этой мифической, и туда просто не будет. Если мы говорим о том, что вот брать взятки плохо, и полицейский не должен смотреть в чужой карман, само государство не должно лезть к нему в карман. Что мы имеем на деле? То есть, вот они все начали посадки, начали увольнение, все брать взятки плохо, значит, все должно быть у нас чинно и благородно. Но при этом служебные машины практически никому не выдаются. Люди ездят на своих машинах, платят деньги за бензин, свои собственные деньги платят. Никакие там компьютеры, картриджи, вот эти вот сети, расходные материалы, бумага А4, которая просто в катастрофическом режиме просто улетает на безумное количество писанины. Ничего этого не выдается. Соответственно, полицейский, выполняя свою работу, и когда работодатель обязан его всем обеспечивать, но не обеспечивает, как бы, по сути, происходит то, что государство залезает к нему в карман. Говорит, ну ты же для работы должен это сделать. Соответственно, платить деньги, покупая бумагу, покупая все вот эти вот расходники за свой счет. И полицейский, у него какое отношение ко всему этому будет, какое его будет вообще мышление, что ко мне залезло в карман государство, да, более сильный какой-то оппонент, которому я не могу ничего сделать, но у меня есть потребность восполнить этот баланс, и поэтому я полезу в карман к другому человеку, который более слабый по отношению ко мне. И это простой гражданин. Там, неважно, мигрант это, или там какой-то преступник, который готов, опять же, по вот этим старым стереотипам, да, там, порешать вопрос и уйти от ответственности. Вот они начинают вот так мыслить, и можно сколько угодно их сажать, хватать их там за руку и по понедельникам кричать на этом государственном правом информировании, что там предатель интересов службы, но если человек голодный, он все равно будет стараться насытиться. И вот эта вот угроза наказания, в какой-то мере она работает, но это не самый основной демотивирующий фактор от совершения противоправных действий. То есть, самый простой древний принцип, не надо даже велосипед изобретать, кнут и пряник. Кнут сегодня в МВД, он в изобилии, а пряник, если он есть, то только твердый, что им можно по голове ударить. С учетом того, что я сейчас услышал, я не могу не вспомнить слова классиков, в бытие определяет сознание, общественное бытие определяет общественное сознание. Ты с этим согласен? То есть, это примиримо. Если человек находится в таких условиях, то он вынужден идти на противоправные действия, даже несмотря на то, что он сам служит в правоохранительных органах. Ведь даже те люди, которые у нас становятся ворами, бандитами, большинство из них, я имею в виду на улице, не сотрудники, они же этим занимаются из-за нищеты, из-за тяжелых социальных условий. Здесь есть сходства, по-твоему? Плохая зарплата, вынужден трясти деньги, махать палкой, гаишник машет и еще что-то. Как бы да, и просто все эти воры-преступники идут от голода, а обратная сторона медали – это абсолютно уродкий образ из нашей Раши, где, честно, этот гаишник. То есть, даже телевидение этот образ обсмеивает, что, как бы, навязывается такой стереотип мыши, а это же все-таки, извините, средство массовой информации, да, что либо ты вот прям такой прям галимый мусор решала, да, и это, ну, как-то типа на тебя смотрят, может быть, боятся, но это не значит, что тебя уважают, и что это вообще такой образ соответствует целям и задачам вообще правоохранительных органов. Либо ты такой прям клоун, над которым все смеются, ну, прям посмешище, да, такой честный, неподкупный такой дурачок. Что одно плохо, что другое плохо. И государство, вместо того, чтобы задуматься и как-то популяризировать образ полицейского, на самом деле, да, поднять ему зарплату, вот я смотрел создательное соответствующее обеспечение, я смотрел ролик про то, как выпускники полицейской академии полиции Бостона закончили, значит, это учебное заведение, и они стоят, у них там выпуск, там, строевосмотр, вот все это так красиво, они стоят, значит, в этой новенькой форме полицейской, и у них современные, там, эффективные машины полицейские, там, с мигалками, все очень круто. У нас все вот эти бобики, уазики, буханки, вот эти старые, в жутко ушатанном состоянии, и от того, что спикер МВД Ирина Волк рассказывает, что полицейские спасли котенка, ну, как бы, может быть, у каких-то там зоозащитников это разово там вызовет, какое-то умиление, да, но это не основная задача полиции, вот если посмотреть вообще, что она комментирует, там, ну, я не знаю, только бобра, наверное, осталось спасти, но, как бы, полиция не для этого создавалась. Что хочет простой человек от полицейского, от явления вообще, как МВД? Он хочет, чтобы на улицах было безопасно, чтобы, если даже что-то случилось, чтобы была своевременная и адекватная реакция на это, чтобы там, если мы говорим там за мужскую часть населения, которые переживают там за своих жен, чтобы жена спокойно там дошла вечером от метро до дома, чтобы на нее там никто не напал, не изнасиловал, сумку там у нее не сорвал, чтобы не угнали машину, чтобы не разбили окно и не залезли внутрь, там, какой-нибудь наркоман не украл навигатор там или видеорегистратор, или магнитол, если это какая-то старая машина. И по большому счету, если даже, что хочешь еще? Человек, что если на него напали, чтобы рядом мимо проехал полицейский, увидел это, среагировал, не закрывал глаза на это, чтобы полицейский был подготовлен, да, чтобы он внушал уважение. Где-то можно представить, что там сотрудникам полиции какие-то будут абонементы там в спортзал выдавать на каких-то льготных условиях, там как-то мотивировать их каким-то там занятием там единоборствами. У нас сейчас каждый второй ходит там в секцию занятия ММА. И безумное количество этих роликов на Ютубе, когда толстый, неповоротливый полицейский не может справиться с человеком, который занимается единоборствами. И эта проблема настолько комплексная, есть адекватные пути решения здравой. У нас есть закон о полиции, статья, регулирующая применение спецсредств. Одним из спецсредств являются аэрозольные баллоны по старому черемуха и электрошоковые устройства. И какой бы то ни был там крутой там качок, там борцуха, сопротивление электротоку практически у всех одинаковое. Все дышат воздухом также одинаково. И представить, что какой-то там полицейский из средней полосы России там применит тайзер и выстрелит там гарпунами с электрошокером, ну как-то верить в это не приходит. То есть есть какой-то тыловик, который как-то прокручивает эти бабки, непонятно вообще куда все это девается, потому что бюджет МВД огромный. Но его расходование совершенно неэффективно. У нас несколько лет назад в Москве заместитель начальника ГУВД генерал-лейтенант Понарец вдруг решил на Петровке, что ему жизненно необходим зимний сад. Ну хочет человек там, не знаю, там постигать дзен-буддизм, любоваться... Надо у него спросить, любоваться папоротниками. И почему бы на это дело не потратить 28 миллионов денег налогоплательщиков? Вот я хочу. Пальцами щелкнул, и мы построили зимний сад. И даже я бы, может быть, не так, наверное, злился по этому поводу, если бы туда имел прям доступ, наверное, каждый. И мог войти туда любой и как-то там порелаксировать. И если бы там психологи сказали... А сейчас кто может войти? Если бы психологи сказали, что в этом есть какой-то смысл и здравое начинание. Но туда в том-то и дело, что только ходят какие-то VIP-персонажи из числа генералитета, и простому смертному туда вход запрещен. Так вот, дополнительным путем решения вот этой проблемы, когда полицейские не в состоянии отвечать современным вызовам и угрозам в виде спортсменов, ну, представляется, как это реальная физическая подготовка. Но полицейские завалены огромным количеством переработок, у них нет времени, чтобы там где-то куда-то ходить, заниматься каким-то спортом. Питаются они ужасно, потому что все на ходу, перекусы, соответственно, это все ведет к ожирению. И в итоге мы наблюдаем неподготовленного полицейского без адекватных спецсредств, которые могут как-то сломить сопротивление нарушителя. А нарушитель подготовленный к этому боец смешанных единоборств. И в Ютубе огромное количество видеороликов, как полиция не может справиться. Это вызывает только смех со стороны общества. И, ну, как-то все они там пытаются как-то популяризировать образ, как-то повысить градус уважения. На самом деле все это прям стремительно падает в сторону днища. А они все популяризировать, все своих котят спасают и расклеивают объявления «Приходите к нам на работу». Мы ведем этот паблик, амбудсмен полиции. И куда только они эти объявления не клеят. То есть мы все это опубликуем, и нам присылают абсолютно со всей России какие-то даже, какой-то там строительный техникум, который вообще там далек от МВД. Уже хотя бы, ну, придите хоть кто-нибудь там на службу, чтобы нам хоть как-то эти кадровые дыры там забить. Слушай, я вот предвкушаю, что люди, которые нас сейчас смотрят, они со многим не согласятся. И первый вопрос, который они зададут, мы же знаем декларации, сколько выделяется на полицию, на Росгвард. У нас много силовиков, чуть ли не больше, чем во всем остальном мире, на душу населения, условно говоря. Это не соответствует действительности? Или просто вот те деньги, которые выделяются, они не доходят до младшего состава? Смотри, во-первых, вот это сравнение на душу населения, оно, ну, как бы и корректно, и некорректно. Потому что мы, да, потому что мы действительно в этом смысле полицейское государство, именно на душу населения. Но какие у нас есть должности, и просто вот это гражданское население, оно об этом не знает. У нас в Москве есть, это люди в погонах, они выходят на пенсию через 20 лет, то есть, грубо говоря, там, 18 пришел, в 38 ты уже пенсионер. Начальник культурного центра, дирижер, там, у нас есть оркестр ведомственный, а есть в этом культурном центре, например, должность начальника экспозиции. То есть безумное количество каких-то идиотских должностей, которые не вносят никакого вклада в реальную борьбу с преступностью, имеют сельготы и гарантии, уходят на пенсию раньше, зачем? И они входят при этом в общее количество полиции на душу населения. Но это не полиция, это какой-то непонятно обслуживающий персонал, который, ну, как бы он даже как обслуга не нужен. Вот возьмите этот, просто распогоньте этот весь культурный центр и вообще его упраздните, или сдайте эти вакансии на землю, да, чтобы было больше полиции там. У нас есть такая контора, тоже, на мой взгляд, абсолютно дурацкая, называется управление боевой и мобилизационной готовности. И вот они занимаются тем, что разрабатывают там какие-то планы эвакуации, там все вот эти вот светомаскировочные шторы, там все вот у них время че, плюс два часа вот они взяты, то есть в войнушку играют и все ждут, когда нас американцы бомбу сбросят. То есть мы ядерная держава, и если что случится, как бы, ну, всем кранты даже замечательные слова президента, да, что мы попадем в рай, а все сдохнут. Вот для чего это армейская какая-то вот дурацкая вот эта вот игрушка, а зачем она в МВД? МВД, МВД, чисто вот полицейская структура, борьба с преступностью. И когда еще я работал, где-то, наверное, может быть, 14-15 год, раньше эта контора называлась отделы, это, может быть, непонятно будет гражданскому населению нашим зрителям, но это понятно сотрудникам изнутри, я сейчас попытаюсь донести до всех этот смысл. Это был отдел, и когда уже даже Хинштейн сто раз сказал, что реформа, которую провел Нургалиев, там, впоследствии, как бы, продолжил курс колокольцев, она неэффективна, то есть, он еще в статусе депутата Госдумы говорил, что все это фикция, полиции не хватает на улицах. И вот в этот период, после того, как он сказал, приходит телеграмма из там высших сфер, что вот этот отдел этой мобилизации, он переименован в управление. Что это за, это не просто смена вывески, это еще больше раздувания штата, то есть, был отдел, во главе был один начальник в звании полковника, сейчас создали управление, куда минимум входят три отдела. Начальник управления полковник, заместители у него два тоже полковники, начальники отделов все полковники, у них заместители подполковники и так дальше, там майоры, капитаны и так далее. Зачем кормить вот это вот, ну, ненужное вот это вот количество вот этих вот абсолютно бездарей, да, когда уличные вот эти все наряды, они не справляются, участковые завалены. Патрульно-постовой службы нет. Я встречался два года назад с очень интересным мужиком из Самары, это бывший полицейский США, то есть, он когда-то там в 90-е эмигрировал в Америку и поступил туда на службу в полицию. Русскоязычный парень, безумно интересный человек, проводит с ним сравнение. Он работал в полиции, где население было 500 миллионов. Это, если говорить за Москву, два района Люблино. То есть, район Люблино, 250 тысяч, где я, собственно, и работал. 250 тысяч населения, 250 тысяч человек. Два района. В районе Люблино выходят на смену два экипажа патрульно-постовой службы, то есть, если сравнивать с тем городом, где он служил, это, получается, четыре экипажа на полмиллиона населения, в городе Окленд, штат Калифорния, где служил он, выходит 41 экипаж, в 10 раз больше. И там человек понимает, что случись чего, со всех концов города примчится полиция и поможет. У нас ты будешь, я не знаю, часами ждать, пока что-то произойдет. Что-то они оперативно появляются на митингах? Ну, это все, во-первых, заранее согласовано, во-вторых, это все, ну, то есть, это не носит какой-то оперативный внезапный характер. Вот резонансное дело, опять же, ну, не связано никак с политикой, я просто участвую там в суде по обжалованию увольнения руководителей. Инцидент в этой басманной яме, да, басманный район, где какая-то оркестровая яма, где все бухают там по пятницам и чувачок подсаживается и всем отравленную водичку сует. Вот, читая материалы дела, в 0.15 он звонит в службу 02 в полицию, говорит, отравил человека, залез к нему в карман, я его лично задержал. Полиция приехала через два с половиной часа. Не потому что полицейские, то есть у нас в чем беда, когда полиция опаздывает и приезжает поздно. Можно было сказать волшебные слова, оппозиция, госдеп, не знаю, начинают срываться на вот этих полицейских, которые приехали, но это же не его вина, да, он выполнял какую-то другую задачу. Это вина в целом руководителей гораздо более высокого ранга, даже не этого района, которые не могут создать надлежащие условия, чтобы полиции было больше, чтобы она была качественнее, чтобы она оперативно приезжала на места происшествия, когда происходит действительно какая-то трагедия, не трагедия, ну что-то противозаконное. У нас их просто нет. Отвечая на твой вопрос про какие-то там ключевые триггеры раздражения, ну мне кажется, вряд ли, потому что все равно их нет. То есть если мы говорим про митинги и все эти шествия, во-первых, очень показать, что привлекается Росгвардия, которая уже несколько лет, как вышла из состава полиции и все их подразделения, то есть, ну как бы это некорректное сравнение, потому что митинги известны заранее и соответственно под них разрабатываются план расчеты, как бы там происходит какое-то планирование, но даже в этой части я могу с уверенностью сказать, что они это вывозят из последних сил. То есть вот эта мобилизация, она делается не так просто? Да, командируется из соседних регионов, то есть как человек, который именно разбирается в этой сфере, который много лет вот все это организовывал, был в теме, скажем так, вот раньше, мы сейчас даже не про политическую составляющую, про любое массовое мероприятие, будь там футбол, концерт, это не важно. Раньше вот надо понимать градацию вообще специфику города Москвы, есть административная округа, в каждом, там порядка 12 их, по-моему, если не ошибаюсь, включая метрополитен, в каждом свой начальник-генерал, он самостоятельный работодатель по отношению к своему личному составу, там свои бухгалтерии, свои лицевые счета расчетные, они вот как бы, то есть это вот трудовые отношения между собой, плюс аппарат города, абсолютно такая же Петрушка. И вот в былые времена, когда еще до реформ была милиция, если на каком-то, значит, на какой-то окраине города проводилось какое-то крупное мероприятие, и вот окраина города, вот полицейское подразделение, милицейское, оно своими силами не вывозило, они просили помощь у города, город им оказывал помощь, выделял, значит, свои там средства, имециду личный состав. Потом все начало меняться, деградировать, округа перестали это все вывозить, и никто никому помощь не оказывал вообще. Время шло, все устремительно ухудшалось, и уже город стал просить помощи у округов, то есть стал вытягивать к себе. Дальше больше. Вот, анализируя вот эти все документы, которые ко мне приходят, приходили вот этим летом, связанные с этими митингами и шествиями, сейчас настолько ситуация деградировала, что уже командируются и соседних регионов, командируются люди, ну официально командируются из центрального аппарата, то есть как бы надели он в Москве, там ему 100 метров пройти, по факту это командировка, то есть он из центрального аппарата приходит в распоряжение Москвы. То есть это вообще кабинетные клерки, полковники, которые проверяющими даже там ездить, там с важным видом, там всем пальцем грозить, и уже их ставят в оцепление, выдают им там палку, резину, застойберные жилеты надевать. Курсанты в огромном количестве, которых вообще нельзя к самостоятельному несению службы допускать, ну типа, ну он же в форме, там написано, полиция, ну пускай там как-то дырку заткнем. То есть некому работать. И даже вот эти вот политические моменты, где этот подтекст политический есть, который прямо безусловно является основным триггером раздражения, даже вот в условиях этого они не в состоянии полностью это вывести. Подали иск к Навальному, заявили там одну сумму, урезали в два раза, сам иск уменьшили. О чем это говорит? Что они не в состоянии подтвердить документами переработки вот этих все. Потому что людей вызывают без приказа, нет подтверждающих документов, что они там как-то оплачивались, и их работа. И что важно, мы с тобой хотели до эфира это обсудить, сравнение... С советской? Да, да. Сейчас на дворе, ну это я никому тут Америку не открою, на дворе капиталистический строй. Но при этом в полиции продолжают рассказывать и давить на пролетарскую совесть, что вы знали куда шли, что служба в органах внутренних дел это особый вид государственной службы. Начиная там на какую-то идеологию, там борьба с преступностью и так далее, все это хорошо. Но служба в полиции сегодня это просто контрактная работа. Вы заключаете контракт, да, в гражданской правосфере договор, ну вот здесь написано шапка называется контракт о службе в органах внутренних дел. Ты берешь как сотрудник на себя обязательство выполнять работу, обусловленную контрактом, должностным регламентом. Начальник берет на себя обязательство обеспечивать тебе условия прохождения службы. Но в силу вот этого какого-то старого, какого-то дурацкого менталитета, вот если ты недоволен тем, что противоположная сторона вашего договора что-то не исполняет, да, ты имеешь полное право предыскать, почему, ну вот здесь написано, что должно быть вот так, да. Вызовы выходные должны оплачиваться. Они должны оформляться приказами, должны предоставиваться отгулы за это. Но если вы этого не делаете, значит вы нарушаете условия контракта. Это основание вообще уволится по статье нарушения контракта начальником. И как только ты начинаешь что-то вот там требовать и лежать, но у тебя тут же оказывается давление, тебя начинают гнобить, вот ты что тут там. Самый умный. Да, да, то есть тебя пытаются вот создать образ, видимость навязать, что ты белая ворона, какой-то смутьян-бузатер, хотя ты всего лишь у тебя просто именно клинч с работодателем по поводу вот этого служебного спора. То есть даже у нас в законодательстве закреплено именно специальное полицейское законодательство. Это неурегулированные разногласия по вопросу применения закона в той или иной сфере. То есть тебя не устраивает что-то, начальник тебе навстречу, это служебный спор. Ты вправе обратиться либо к вышестоящему, либо в суд. И как только ты это делаешь, просто вот, например, есть требование закона, что ставка ночные часы должна оплачивать. Все, что ты выполняешь с 10 вечера до 6 утра, это является ночным временем, должна быть там соответствующая выплата. Она не очень большая. Про нее забываем. Да, и для простого человека, ну это тысяча-полторы где-то в месяц, при условии, что ты регулярно там это делаешь. А в масштабах государства, да, или, например, возьмем административный округ Москвы, штатная численность личного состава, ну где-то от 3 до 5 тысяч человек. Если каждого на полтора косаря нагреть, ну как бы в конце года такая бюджет, то есть на это же деньги выделяются, да, и в конце года, ой, у нас экономия. И они начинают, вот он посидит, это деньги налогоплательщиков, он сидит, начальник, генерал, и он искренне верит, что вот он распорядитель этих денег, что они его. И как ему их потратить, соответственно, он исходит из своих там каких-то потребностей и хотелок. Хочу этому дам, откатик обратно получу. У нас, я когда в тюрьме еще работал, дежурным, привозят генерала, начальника управления, главного управления МВД по северо-западному федеральному округу. То есть вот сейчас у нас по федеральным округам есть только одно управление, это по СКФО, а несколько лет назад они были везде, по каждому федеральному округу. Ну и вот президент Владимир Владимирович такой, все, больше они нужны. Бамс внезапно своим указом расхреначил их все, а они сидят там у себя там в северо-западном. Ой, как снег на голову им это свалилось. А у нас же 18 миллионов на счету денег. И они собираются там между собой, человек устраивает, начальник главка, заместитель и бухгалтер. И задним числом премии себе выпит, и эти 18 миллионов уходят. ГУСБ раскопало. Извиняюсь, вот что перебиваю, с учетом того, что ты сейчас рассказываешь, это очень похоже на ситуацию в любой другой гражданской конторе. С учетом вот нашей капиталистической системы. Я все забываю, это как его, Страшнов, это вот почта России или где он там, я боюсь ошибиться, 98 миллионов сам себе премию выписал. Естественно, у простого человека просто это вызывает жутчайшее возмущение. Ты охренел что ли? Да? Ты кто? Ты, я не знаю, какой-то светило науки, ты какой-то величайший там какой-то мыслитель современный, какой-то общественный деятель, ты врач выдаешь. Что ты такого сделал, чтобы самому себе забрать 98 миллионов? Да, и вот, и цитирую опять-таки классиков. Здесь налицо точно такое же вырастство прибавочной стоимости и снижение стоимости рабочей силы, по факту. Ну, я не хочу... Если мы проводим аналогию... Я не хочу вдаваться вот прям в эти... Нет, 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 я имею в виду, что это очень похоже достаточно. И у меня в связи с этим вот два главных вопроса. Когда такие тяжбы начинаются внутри, насколько сотрудникам удается солидаризироваться и создать, например, тот же профсоюз? Насколько сложно? Давай так, насколько сложно создать профсоюз, правоохранительную форму? К сожалению, вот... Законодательно же как-то регулируется, да? К сожалению, вообще даже мы сейчас, если не говорить о законодательстве, а именно об отношении сотрудников и то, как они себя ведут, ну, очень много трусливых людей, к сожалению, да? Он может быть отчаянным, там, смелым парнем и может броситься там в огонь и спасти погибающего или там броситься в воду и спасти утопающего, но что касается защиты собственных прав, ну, очень много трусливых людей. И как-то вот большинство из них, к сожалению, они вот начинают мыслить, ну, типа, там, ну, моя хата с краю, ну, как-нибудь там потерплю. Как-то похоже с другими профессиями, с другими сферами химии. А вось там день прошел и ладно, или там просто увольняются, кто-то не готов к этому, да, то есть он как бы внутри его там что-то гложет, да, вся эта ситуация его грызет, вот он понимает, что что-то не так и это неправильно, так не должно быть. Но как бы не хватает там какого-то стержня бороться с этим, ну, плохой МИД лучше, чем хорошая война, увольняется и где-то там находит себя в другой сфере. Безумно тяжело созданием этого проекта все-таки какая-то реакция, я имею в виду омбудсмен полиции, какая-то реакция со стороны МВД есть, но для меня, например, на сегодняшний день она в конечном итоге их отношения, но для меня не сформирована. То есть... То есть он единственный или есть еще такие же дееспособности? Да и нам отказали в регистрации профсоюза, его вообще не существует, то есть у нас проект профсоюзный имеется в виду... Об этом бы и хотелось поговорить. Возник трудовой спор в рамках правоохранительных органов, в каком-то отделе, условно говоря, я моделирую ситуацию. Пару сотрудников, пару-тройку, в зависимости от закона о профсоюзах, решили создать профсоюз. Вот они, значит, решили сделать ячейку, подготовили соответствующие документы, пришли к начальнику, там от дела, товарищ полковник, вот бумажка, получите, распишитесь, теперь мы боремся за свои права. Дальше какие? Такие случаи бывают и как в таком случае реагирует начальник? Такой случай уже был, достаточно печальный. Это город Ижевск. Шесть сотрудников УБЭП, что очень показательно, потому что все равно у людей, да и среди сотрудников есть такой стереотип мышления, что оперуполномоченный УБЭП это розовая рубашка, белый воротничок, телефон верту и там все разговоры об отдыхе на Бали и черной и кре, создали профсоюз, зарегистрировали его в Минюсте, ну в территориальном органе, направили уведомления, не прошло и не сыты месяцев, четверо из них уже уволены из шестерых. А на каком основании? Никто их не преследует в открытую за профсоюзную деятельность. У нас служба в органах внутренних дел, она построена так, она абсолютно идиотским образом, что не нарушать закон невозможно в принципе. Где-то что-то ты все равно формально что-то нарушаешь. У нас есть основание увольнения, называется неоднократное нарушение служебной дисциплины при наличии действующего взыскания. Для опера это вообще Ахиллесова пята, потому что он ведет секретное дело производства, и грубо говоря, каждый документ, он когда его засекречивает, он в углу обязан указывать пункт ведомственного приказа, который не секретный, этот приказ, и он содержит грубо говоря основание засекречивания, то есть пункт 1, сведения о том, общий такой декларативный характер, пункт 2, сведения об этом и так далее, и так пункт неправильный, просто не та циферка, это уже основание ему впаять минимум строгий выговор. И вот предпроверка, говорит, открывай, делай свои. Один пункт неправильный строгач, второй пункт неправильный на другом листе неполнослужебная, третий пункт увольнения. Ни один суд тебя не восстановит, никто тебя не пойдет на встречу. Все очень просто. Если зайти немножко с другой стороны и тоже представить гипотетическую ситуацию, если вот про тот пример с Ижевском, где сотрудники создали свой профсоюз и их стали увольнять, если бы он получил максимальную огласку в обществе, то есть СМИ подключились, оппозиция подключилась бы, их бы удалось отставить? Ну, на твой взгляд. Я думаю... Потому что я впервые слышу, например. Я думаю, вряд ли, потому что законы таким образом построены, что формально они правы. Да, вот все понимают, что это идиотизм, что это бред, что это преследование за их профсоюзную деятельность. То же самое и в другой сфере, там на заводе, то же самое. И тоже формально они правы, но тем не менее с точки зрения адекватности. Ну, я не знаю, ну, МВД очень в этом плане зашоренная, вот прям консервативная структура. Постоянно. Чем больше они говорят о том, что это не так, тем больше я убеждаюсь в том, что это именно так. Они не любят признавать своих ошибок. Да, вот для меня прям было большим сюрпризом, когда по Голунову министр на всю страну, лично имени спикера, не какой-то там, не говорящая голова из прислужбы, лично министр признал, что все это было незаконно и человека по беспределу посадили в изолятор, не любят они признавать. То есть, это вот прям исключение из правил, когда это произошло. И это прям жуткий общественный резонанс, потому что люди были готовы выходить на улицу. Кому нахрен интересны ижевские менты с их проблемами в плане профсоюза и увольнения? Мы это сейчас запишем, наши зрители будут говорить так им и надо, мусора поганые и все такое прочее. Здесь я не соглашусь с тобой и со зрителями, наверное, не соглашусь, потому что в принципе-то это, ну, ублюдское, извините, отношение к рабочему человеку. Абсолютно. И однажды мне доводилось брать интервью у тех известных ОМОНовцев, которые пошли жаловаться к администрации президента, которых вышвырнули из своих домов. Они остались ни с чем. Там тоже по беспределу получилось с моральной точки зрения. Но, тем не менее, по закону опять все правильно было. И когда признали вдруг их квартира нежилым помещением. И когда я у них спрашиваю, как вы считаете, в чем эта проблема, она только ваша или она более масштабна, я не могу с ними согласиться, когда они мне отвечают, дескать, это, нет, это проблема просто, вот, это такое вот отношение к простому человеку, несправедливость по отношению, условно говоря, к маленьким людям, из-за которых некому соступиться. То есть, ну, опять мы должны понимать, что люди в полицию приходят служить, они же не из другой планеты прилетают, они же также из нашего общества. Вчера он работал на заводе, сегодня он полицейский, или вчера он был полицейским, сегодня он работает на заводе. Ну и что, огласка этой ситуации с ОМОНовцами им как-то помогла? Нет, над ними смеялись все, их клемили, как раз-таки там, называя псы режима, вот вы получили то, что вы заслуживаете. Существует разная оппозиция, с одной стороны, есть оппозиция левого толка, коммунистического, которая в первую очередь стоит на интересах рабочего класса, ну, так или иначе, люди, которые работают в правоохранительных органах, их тоже можно отнести к рабочему классу, они также работают по факту по найму, и получается, что тоже страдают от этой самой капиталистической системы. Вот то, что ты сейчас рассказывал, я не случайно сравнивал с любой другой сферой, получается, крохи доходят до нижнего состава, а все остальное там оседает на сады. Мы говорим о том, что они принимают какие-то решения, которые с человеческой точки зрения являются правильными, только лишь тогда, когда это прям вызывает такой резонанс, что люди готовы выходить на улицу. То, что какая-то там часть оппозиции левого толка разделяет взгляд этих ОМОНовцев, ну, от этого никому ни горячо, ни холодно, ничего не происходит. И то, что защищает права, как бы это хорошо, конечно, что оппозиция левого толка как бы разделяет права рабочих, это очень хорошо, но какой результат от этого? Вот есть профсоюз «Альянс врачей», да, ездит там, ну, понятное дело, что они имеют отношение там к господину, которого нельзя называть, вот ездит женщина Анастасия Васильева, представитель этого профсоюза, что-то там за их права, там, значит, пытается что-то сделать за права врачей. Приезжают сотрудники полиции, забирают ее и увозят. А она именно, они, она ездит именно по учреждениям больницы здравоохранения, то есть они вот из больницы увозят ее в полицию. А я смотрю на все это дело, да, как несостоявшийся председатель зарегистрированного профсоюза, да, и думаю, блин, вот я так приеду в какой-то отдел полиции тележить за права полицейских, меня тут же заластают, но хотя бы никуда везти не вернется, потому что мы уже будем в полиции. Ты говоришь о том, что это изменит. На мой взгляд, измениться может только тогда, когда внутри системы правоохранительных органов, пусть он будет неофициальный профсоюз, как, например, твой, но он будет достаточно дееспособный, где будет солидарность даже. Нет, пусть... Но он, извини, пожалуйста, он дееспособный сейчас, я просто, ты меня перебил, как-то мы ушли. Мы не смогли эту тему развить, она сама утекла в другое русло. Я не понимаю реакцию МВД на мой проект, мне непонятно. То есть мы публикуем какую-то тему, они на нее реагируют. Просто реагируют. То есть там был пост про одного из руководителей Росгвардии, который, возможно, употреблял там что-то, целый полковник, его повезли и все, в банку писать. То есть можно так про любого написать, да, теоретически. Я понимаю, что как бы кто-то может злоупотреблять своими там правами, увезли и освидетельствовали. То есть мы пишем какую-то ситуацию, какую-то проблемную, да, даже не связанную там с личностью руководителя, что там вот здесь там так-то вот не так, неправильно. И они реагируют, там же какая-то проверка, то есть они что-то затребуют. То есть как-то вот они шевелятся. Но они скорее бьют по последствиям. То есть мы им говорим, что вот есть предложение там устранить причину, сделать так-то и так-то и будет всем хорошо. Они игнорируют вообще, ни на какой контакт не идут. Все, там, я для них, для МВД, это Навальный только вот в погонах. Последний вопрос, который бы хотелось задать. Тоже, если мы гипотетически смоделируем ситуацию, возможно ли такое, что в каком-то отделе так или иначе люди солидаризируются, когда их там лишили также премии, там им не выплачивают те деньги, которые должны выплачивать, когда они работают сверхурочно. Если в отдельном отделе при информационной огласке СМИ будет забастовка? Ну, во-первых, забастовка, она запрещена законом, именно для полицейских, потому что они не в полной мере субъекты Трудового кодекса, лишь в определенное участие. И, ну, я уже отвечал на этот вопрос, что менталитет, скажем так, психологии мышления, ну, не айс, к сожалению. Давай так, если менталитет будет чуть-чуть другой, допустим, в отдельном, в отдельно взятой там структуре какой-то, и, нет, вопрос немножко в другом, он заключается в том, что это позволит повлиять на ситуацию или нет? Это позволит, но, к сожалению, это нереально, и вот, опять же, зачем фантазировать и строить какие-то там призрачные замки из песка? Есть реалии. Реалии таковы, что сегодня все увольняются, и, как мне все-таки кажется, что МВД именно реагирует на публикации в моей группе, по той причине, что это самый посещаемый ресурс полицейской направленности, и все-таки СМИ, это четвертый ветвь власти, не зря об этом говорят, и он как-то все-таки формирует мышление, влияет на их разум, и вот, может быть, как-то будет кощусно звучать, но это та ситуация сегодня, когда чем хуже, тем лучше, то есть, как там все говорили про российская экономика, еще не достигла дна, да, чтобы там оттолкнуться и всплыть. Вот в МВД то же самое. Ужасная кадровая составляющая сегодня, когда все увольняются, она позволяет как-то заявлять об этих проблемах, потому что раньше их все игнорировали, и где-то там в какой-то мере, где там человека, который раскрывал свой рот, его прям сразу бы уволили, то сейчас, когда это все придает согласки, и когда уже просто некому работать, они уже начинают как-то чуть-чуть более внимательно и чутко относиться к людскому потенциалу, не везде и не всегда, но все равно какие-то вот маленькие-маленькие тенденции к улучшению, они видны. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что будет дальше, потому что ситуация критическая, и она даже, наверное, уже достигла той точки, когда это коллапс, когда ситуация усугубляет саму себя. То есть, грубо говоря, опорный пункт, было 10 участковых, сейчас по очень грубым прикидкам, было 10 тысяч заявлений граждан, которые в среднем в месяц они рассматривали. Из-за того, что зарплата не повышалась 7 лет, 5 участковых уволились. Осталось 5, но они не хотели увольняться, их в принципе все устраивало. Заявлений как было 10 тысяч, так и осталось 10 тысяч. И они уже рассматривают не по одной тысяче, а по две. Они не успевают. Соответственно, начальник кричит, топает ножкой, вынь да положь, на них срывается, у них стрессовая какая-то ситуация, какая-то конфликтная обстановка. Он им объявляет взыскание, им это не нравится, потому что они считают незаслуженным. Из этих оставшихся пяти еще увольняется двое, их остается три, а заявлений как было 10, так и осталось. И в итоге вывод какой, что даже те, кто не хотел увольняться, они на сегодняшний день думают об увольнении, потому что увольнения других пагубно сказываются на их условиях прохождения службы. Поэтому, я не знаю, я считаю, что вот эта ситуация, она может привести реально к какой-то такой проблеме, назовемой даже так, национальной катастрофе, потому что когда полиции просто не останется. И чем чаще в СМИ об этом мелькает, и сейчас МВД наконец-то стало призом буквально на той неделе, они признали, что у них кадровый голод. И еще в начале года первый заместитель министра внутренних дел, Горовой, говорил на закрытом совещании, что некомплект личного состава сегодня достиг исторического максимума за всю историю МВД с 1802 года. Никогда такого количества вакансий не было, как сегодня. Это очень показательно, и он, этот некомплект, увеличивается. На этом, я думаю, можно закончить. И хотелось бы обратиться к нашим подписчикам. Товарищи, напишите в комментариях, что вы думаете, сможет ли наша полиция внутри своей организации так или иначе солидаризироваться и бороться против тех проблем, которые сегодня Владимир нам озвучил. А Владимиру большое спасибо за то, что он сегодня к нам пришел в нашу оппозиционную левопатриотическую среду. И будем надеяться, что на дальнейшее сотрудничество будем дружить домами. Спасибо вам большое. Спасибо.